Я буду проповедовать и Слово Божье, и тема моей проповеди, она звучит «Пенуэлл». Вы знаете, читающие Слово Божье, что это за место и что в этом месте происходило. Вообще, название этого места «Пенуэлл» переводится как «Лицо Божье». Я думаю, что эта проповедь будет особенно близка тем людям, которые действительно ищут лица Господня. Как вот даже сегодня, с самого начала служения, слово такое прозвучало. «Ищите лица Божьего и ищите силы Господа всегда». Я читаю из Писания, это Бытие, 32 глава. Вот Иаков, он возвращается, он переживает о своем брате Исаве. Он переживает о том, что Исав нападет, что побьет, убьет его за то, что он свое время совершил. И вот, Бытие, 32 глава, 9 стих, Иаков молится. Иаков молится пред Богом. И сказал Иаков, 9 стих, «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить об множество. И ночевал там Иаков ту ночь и взял от того, что у него было в подарок Исаву, брату своему». Ну, верующий человек, он поступает правильно. Если есть проблема в жизни, что верующему человеку нужно делать? Молиться. Молиться. И он молится. И он помолился. Но вы обратите внимание, что он помолился, но тревога, страх, переживание из сердца его что? Не ушли. Сколько мы молимся за наши нужды и проблемы, братья и сестры. Мы знаем, что нужно молиться. Знаем, что надо молиться? Мы молимся. Мы молимся. И раз молимся. И второй раз молимся. И третий раз молимся. И очень часто, знаете, вот такие нужды и серьезные проблемы, переживания, они достаточно такие серьезные, что мы даже помолившись, но все равно переживание, страх, тревога, беспокойство, оно из нашего сердца не уходит. Нужно еще молиться. Нужно еще молиться. Или нужно, чтобы была какая-то молитва особенная совершена. Особенная молитва. И вот он помолился, Иаков. И дальше он человек мудрый, разумный. Он рассуждает. Он придумывает стратегию или тактику, как умилостивить лицо своего брата. И он посылает подарки впереди себя. Он все это делает, можно так сказать, по-человечески, что-то пытаясь как бы решить. Но все равно он и помолился, и подарки послал. И все равно переживания, и страх, и сердца его, они не ушли. И вот я читаю дальше, это та же самая 32 глава. Я буду читать из 23 стиха. И взял их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое, он сказал Иаков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеком одолевать будешь. В нашей жизни мы приходим к такому моменту, когда нужно решить какой-то вопрос один на один с Богом. До этого момента мы и молились, мы и постились, может быть, мы и в церкви заявляли о своей нужде какой-то проблеме, и народ Божий подвязался. Может быть, мы просили и служителя за нас молились, может быть, мы и нужды ставили какие-то пред Господом. Мы делали что-то, и много делали. Но приходит такой момент, или такой момент в жизни приходит, что наш вопрос или нашу проблему нужно решить один на один с Богом. И вот Иаков, он входит в такое состояние, в такое положение, когда он понимает в глубине своего сердца, он и раньше помолился, и дары послал, и со своей стороны предпринял какие-то шаги. Но он понимает, что ему нужно решить вопрос один на один с Господом. У него есть страх за свою жизнь, у него есть страх за жизнь семьи своей. И он понимает, что эти вопросы с людьми не решишь. Он понимает, ему нужна победа, ему нужно решение, ему нужно благословение, и он понимает глубоко во внутренности своей, что это решение, это победа, это благословение, оно не среди людей. Это победа, это благословение и решение, оно находится на небесах. И только Господь, Он может изменить там, на небесах, для того, чтобы здесь, на земле, оно тоже поменялось. И вот Иаков, он входит в такое, можно так сказать, состояние, когда он является один на один пред лицо с Господом. И написано, он начинает бороться с Ним. И вы знаете, как мы рассуждаем, вот бороться с Богом. Можем ли мы как-то бороться с Богом? Как эта борьба, она происходит? Как это бороться? Или как он боролся с некто, написано, он боролся с некто? Как эта борьба происходила? Как вы себе представляете эту борьбу? Демонстрировал ли Иаков какие-то приемы борьбы? Какие-то удары, броски через плечо или что-то он делал в это время? Что он делал? Что это вообще была за борьба? Братья и сестры, эта борьба, она очень простая, потому что вся борьба состояла в том, что он держался за этого некто и говорил, я не отпущу тебя, пока ты что не сделаешь? Братья и сестры, кто из нас переживал вот такой вид борьбы в молитве? Когда мы знаем, что нам нужно получить ответ от Господа. И вот мы молимся, вот стоим в молитве, молимся, изливаем перед ним свое сердце, плачем, провозглашаем, может быть запрещаем, еще что-то жалуемся, может быть робщим, еще что-то делаем, и мы говорим, Господи, мне нужен Твой ответ. И я буду предстоять перед Твоим лицем, я буду держаться Тебя, пока Ты меня что не сделаешь? Пока Ты меня не благословишь. И знаете, это действительно борьба, это есть молитвенная борьба, и в этой молитвенной борьбе нужно как-то прилагать какие-то усилия со своей стороны, нужно какие-то старания со своей стороны. Ты чувствуешь противодействие, это действительно, когда Писание говорит борьба, оно правильно говорит, что это борьба. Кто занимался какими-то единоборствами, кто занимался каким-то видом спорта, он знает, как это борьба, когда ты борешься с кем-то, когда ты, когда ты, как бы, у тебя есть действие, есть противодействие, у тебя есть какое-то напряжение, когда ты, порою ты терпишь какие-то поражения, порою ты удалеваешь, это есть настоящая борьба, Писание не ошиблось, братья и сестры, потому что действительно, когда ты ищешь лица Господня, я не знаю и не могу сказать, что вот в духовном мире совершается или что происходит, какие силы действуют, я не могу вам назвать по имени эти духовные силы, но вы знаете или переживали в своей жизни, когда вы стремитесь изыскать лицо Божье, есть противодействие, есть то, что нужно преодолевать, не всегда так получается, когда ты склоняешь свои колена, поднимаешь руки к Богу и говоришь, Аллилуйя, и Дух Святой исходит, и у тебя так приятно и хорошо и радостно делается, и у тебя есть вера, у тебя есть упование, надежда, ты радуешься пред лицем Божьим, не всегда так бывает, и особенно, братья и сестры, когда есть действительно нужда великая пред Богом, так не бывает, потому что нужно прийти в это место Пенуэл, нужно взыскать Господа, нужно побороться, нужно ухватиться за Него и сказать, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. Он не шутил. Время шуток прошло, братья и сестры, действительно, время шуток прошло, не до шуток, все очень серьезно, все очень по-настоящему, все очень серьезно и по-настоящему в тот момент, братья и сестры. Вы хотите получить ответ от Господа. Поймите, что все очень серьезно и по-настоящему. Серьезно, братья и сестры. Возьмитесь за Него. Ухватитесь. Сколько у вас есть силы. Ухватитесь за Него. Если у вас есть много силы, ухватитесь много. Если вы можете только ухватиться за краешек одежды, ухватитесь вашими пальцами за краешек одежды, вы скажите, Господи, я держусь Тебя, я не отпущу Тебя, пока Ты меня не благословишь. Написано, что Он молился, боролся до появления зари. Знаете, друзья, мы до появления зари, мы понимаем, что эта борьба, она совершалась в ночное время. Я думаю, знаете, если так переложить для того, чтобы у нас понятно, что это время ночной молитвы. И кто молился ночью, тот особенно знает, что действительно время ночной молитвы, это время действительно настоящей борьбы, это трудно. Нужно и сном бороться, и еще что-то преодолевать. Нужно себя заставить, чтобы пойти на эту молитву, встать, простоять целую ночь до проявления зари. Это действительно, это время трудное, это время борьбы. Но, братья и сестры, ночная молитва, она очень эффективная молитва. И знаете, в этих ночных молитвах многое решается, и многое совершается в этих ночных молитвах. Один из моментов, которые совершаются в этих ночных молитвах, потому что я верю и понимаю, что Господь, Он намеренно допускает или создает определенные обстоятельства в нашей жизни, Он ставит перед нами вот такую, как бы, проблему, которая была пред Иакову. Он понимает, что он эту проблему, этот вопрос решить не может по-человечески. Ему нужно решение с неба. Он ищет этого решения с неба. И знаете, Господь намеренно ставит нас в такие обстоятельства, и мы ищем этого решения с неба. Но еще Господь через это преследует одну определенную цель. Потому что Он хочет изменить наш характер. Он хочет изменить внутренность нашу. Он хочет совершить какое-то изменение. Он хочет нам дать новое свое имя. И вот Иаков, он стоит в таком положении. Он видит перед собой только проблему, которую ему нужно решить. Но Господь, поставив его в такие обстоятельства, Он преследует свою цель, потому что Он хочет забрать у него имя Иаков. И дать ему имя Израиль. Я вспоминаю, братья и сестры, одну из ночных молитв, которые мы совершали, потому что мы как-то какое-то время, будучи там на Украине, мы молились ночью довольно-таки регулярно. И на одну из этих молитв пришел человек, его звали Андрей, абсолютно не из верующей семьи, хороший парень, спортивный, в свое время учился в Рязанском десантном военном училище, хотел быть офицером, потом пошел по наклону, его туда выгнали, попал он к нам в город, связался, был в зависимости. И вот даже я не знаю, каким образом он попал на эту ночную молитву. Он пришел к нам на ночную молитву, он хотел свободы, он хотел изменения. Мы за него помолились, не помню даже, сколько мы за него молились, кратко, длительно, полчаса, я не знаю. И мы его сказали, Андрюша, сори, это как бы церковное служение, ты не член церкви, ты из приближающихся, искающихся, пожалуйста, вы где помолились, пожалуйста, иди с миром, приходи в служение. И вот этот человек, он вышел из стен молитвенного дома, и мы это не знали, но он вышел просто на площадку перед молитвенным домом, там стоял фонарь такой, и он под этим фонарем простоял всю ночь до появления зари. Мы ему дали Евангелие Геоновское маленькое, он читал там Евангелие. И знаете, друзья мои, это было время Пенуэла для него, потому что в эту ночь Бог изменил его. Когда он его изменил, я не знаю. Когда это изменение произошло? Во время молитвы. Или когда он стоял там перед фонарем, читал Писание, я не знаю. Но его Господь освободил, на следующий день один из братьев пригласил его домой, у него был ремонт, ему надо физическая была помощь, и он работает и говорит, «Я удивляюсь, что со мной произошло. Сейчас время подходит, когда у меня должны быть ломки». Время приходит в ломок. Когда ломки, невозможно физически работать, это несовместимо. Вот ломки и физическая работа несовместимы. А он тачки таскает, камни таскает. Физически здоровый человек. Все, братья и сестры, все. Произошло изменение его внутренности. У него был этот пенуэл, когда он повстречался с Господом. Господь изменил его. Он, наверное, и не думал об этом. Но Бог это сделал. И знаете, друзья мои, когда мы входим в такие проблемы и переживания наши, в наши трудности, нам нужно решение, нам нужна победа, нам нужно изменение от Господа, нам нужно благословение. Мы этого ищем. И не знаем порою, что Господь допустил эту всю нашу жизнь намеренно. Потому что Он знает, мы начнем Его искать. И в этой борьбе, когда мы ухватимся за Него и будем просить и говорить, Господи, я Тебя не отпущу, пока Ты меня не благословишь. Он нас благословит. И в то же самое время Он изменит наше имя. Мы немножко поговорим об имени. Знаете, друзья мои, Иаков, это имя, которое переводится держащийся запяту. Вы знаете, как он получил это имя? Держащийся запяту Иаков. Другими словами, братья и сестры, что такое держащийся запяту? Держащийся запяту, это означает, что ты всегда по жизни будешь вторым человеком. есть кто-то первый, который будет всегда впереди тебя, а ты второй. Тебе будет хотеться быть первым, ты будешь тянуться к тому, чтобы быть первым, ты будешь стараться, чтобы быть на высоте, но по жизни ты всегда будешь вторым человеком. Почему? Имя, оно определяет судьбу человека. Древние это знали. Вы можете посмотреть по истории. Во многих различных народах есть такое поверье, что для того, чтобы изменить судьбу твою, тебе нужно обязательно изменить имя. Во многих народах они давали другие имена для того, чтобы изменить судьбу человека. И вот в древности это понимали, связь между именем человека и его судьбой. И вот Иакова была судьба всегда быть вторым. Но у Бога не было такое определение об Иакове. И он всегда тянулся к тому, чтобы быть первым. И он что-то с своей стороны делал в этом направлении. Он обманом постарался первородством овладеть. Но посмотрите, Исавк, у которого первородство. Он первый. У него это первородство есть. Он его не ценит. Он глубоко об этом не думает. Но у него это есть. Посмотрите, братья и сестры, на жизнь и на людей вокруг вас. Есть люди, у которых есть это благословение. Ты смотришь, у него послушная жена. Или ты смотришь, у нее хороший муж. И это, знаете, это без напряжения какого-то. И ты смотришь на свою жизнь. И ты смотришь на своего мужа. Или ты смотришь на свою жену. Или ты смотришь на своих детей. И ты не понимаешь и задаешь вопросы. Вот почему у кого-то это без напряжения, почему у кого-то это как данность по умолчанию. У него так и есть. Или у нее так и есть. У нее есть. Они не прилагают к этому абсолютно никакого усилия и старания. У них это просто есть. И почему у меня этого нет? У Иакова была судьба всегда быть вторым. Всегда тянуться. Всегда держаться за пятку. У него была такая судьба. У него было такое имя. Но Господь помещает его в эти обстоятельства. И после этой борьбы Он спрашивает, как у тебя имя? Он говорит, Иаков. Он говорит, нет, нет. Твое имя уже не Иаков. После того, что ты пережил, после того, что ты боролся со мною, после того, что ты искал мое лицо, твое имя уже не Иакова. Как твое имя? Твое имя уже Израиль. И очень интересное имя Израиль. Знаете, это имя вообще, оно составное. Состоит из двух имен или из двух понятий. Окончание это Эль, которое всегда говорит о Боге. Это говорит в смысле, что Господь Всевышний. Эль, это Всевышний, тот, который находится на высоте, Израиль, Эль. И вот это слово, как бы Сар, или Сара, оно переводится как принц, или в женском, как принцесса. То есть, вот имя Израиль, оно можно перевести, это как принц Божий. Принц Божий. И вот, посмотрите, братья и сестры, что делает Господь. Господь берет того человека, у которого судьба быть вторым и держащимся за пятку. И он говорит, нет, ты не будешь больше вторым, ты не будешь больше держаться за пятку, но ты будешь Божьим принцем. И знаете, друзья мои, если мы говорим о том, что принц Божий, это означает о том, если тебя назвали принцем Божьим, это означает о том, что тебя приняли в Божью семью. Почему? Потому что есть царь, есть король, у него есть дети, и вот эти дети царя, они есть принцами, или принцессами. И вот, когда Иакову дали имя Израиль, через это имя ему сказали, ему Господь сказал, я тебя взял в свою семью, и тебя я делаю делаю своим наследником. Изменение имени, изменение сущности человека, вот этих переживаниях, вот этих ночных молитвах, вот этой борьбе. Знаете, друзья мои, вот я думаю, что мы об этом сильно не задумываемся и не понимаем важности всего этого. И в этом мы часто уподобляемся Исау, у которого было вот это первородство, то, чего не было у Иакова, и он не задумывался об этом, и он к этому относился с пренебрежением, и говорил, что мне от этого первородства, я умираю голда, мне надо покушать. И вот очень часто мы тоже не понимаем вот важности нашего имени, которое нам дано от Господа, потому что нам тоже дано имя. Мы есть дети Божьи, мы есть дети Божьи, мы есть наследники Божьи, Слово Божье об этом говорит. И в Откровении, если вы посмотрите, есть такие места Писания, когда написано, что побеждающему я дам камень, и на этом камне будет написано имя, которого никто не знает, кроме того, кто этот камень что получает. И мы тоже, я думаю, не думаем глубоко об этом, о том, что Бог, Он будет как-то изменять наши имена, и в вечности оно будет новое имя. Мы будем Его знать новое имя. Я думаю, что это имя в вечности нашей, оно будет связано обязательно с Господом. И оно будет еще, как бы, может открывать какое-то наше качество, которое мы будем иметь в вечности. Это просто, знаете, мои предположения, размышления на основании Священного Писания мы не знаем, и никто точно об этом сказать не может. Но вот обратите внимание, когда вот эти новые имена даются. эти новые имена даются в Пинуэле, братья и сестры. Только в Пинуэле даются эти новые имена, только в Пинуэле, когда нужно бороться, когда нужно напрягаться, и когда надо побеждать, даются эти новые имена, как написано в Откровении, побеждающему я дам этот камень, и на этом камне написано это новое имя, братья и сестры. И вот кто из нас хочет изменения нашей судьбы, потому что мы говорили о том, что имя человека определяет судьбу человека. И вот какое у тебя имя сейчас или какая у тебя судьба? Что у тебя получается? На что ты как бы предопределен или предназначен? Я думаю, что многие из нас, уже которые прожившие жизнь, мы в принципе знаем, на что мы предопределены или на что мы предназначены. Наша жизнь каким-то образом сложилась или устроилась. Но многие из нас, они недовольны вот этим образом сложившейся жизни. Они хотят чего-то большего. Вы находитесь в положении Иакова. Вы держащиеся за пятку. Вы хотите чему-то большему. Вы стремитесь к чему-то лучшему. Вы хотите получить, может быть, то, чего у вас сейчас нету. Вы на положение Иакова. Вам нужно прийти в Пенуэл, в присутствие Господне. Вам нужно побороться. Вам нужно ухватиться за Него и сказать, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. И как результат всего этого вам нужно получить новое имя от Господа, чтобы Господь изменил вашу судьбу, чтобы Господь изменил ваши обстоятельства, чтобы Господь изменил положение с вашими детьми, с вашими мужьями, с вашими женами. Ваше финансовое положение, положение вашего здоровья. Может быть, вы предопределены. Потому что уже сейчас вот говорит медицина, что вот генетика, она играет огромную роль. Есть люди, которые всю жизнь, они могут делать и то, и то, и то, и то. Они доживают до 90 лет, они в принципе здоровые, у них рака никогда не случается. А есть люди, которые вот 40-50 лет, и рак, который приходит. А смотришь на историю этого человека, там рак идет по семье. Рак идет по семье, есть наследственность, есть генетика, которая влияет, определяет твою судьбу. И вот может быть, вот эта генетика, она определяет твою судьбу в чем-то, в вопросах твоего здоровья. Может быть, по генетике, вот рак может где-то там ожидает тебя. Или давление, или, не знаю, или еще что-то, или какой-то диабет тебя ожидает. Вот он ожидает, вот так образом он услужился. Я не думаю, что кто-то из нас желает этого или хочет этого. Нам нужно изменение нашей судьбы. И изменение твоей судьбы, изменение твоего имени происходит нигде иначе, как в Пенуэле, когда ты приходишь пред лицо Господне. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы помолились сейчас. И пусть в этой молитве Господь благословит нас, чтобы мы поняли вот это место священного Писания. И если у нас есть такое желание во внутренности нашей, изменение нашей судьбы, изменение нашей будущности, получить какое-то особое благословение от Господа, обрести того, чего у нас нету или не было, то пусть Господь благословит и даст нам на разум понимание, каким образом это можно осуществить. И знаете, посмотрите прежде всего на ваши обстоятельства и скажите, Господь, я благодарю Тебя, что Ты поставил меня в такие обстоятельства. Я благодарю Тебя, что вот в таких обстоятельствах я живу, в таких трудностях. Я благодарю Тебя за это стеснение. Потому что я понимаю, что путем вот этого стеснения Ты приводишь меня в Пенуэл. Кто-то, может быть, уже пришел в Пенуэл и готовый ухватиться и молиться. Кто-то, может быть, еще до Пенуэлла не дошел. Он даже не дошел до Пенуэлла, он терпит, ему трудно, ему больно, его теснят со всех сторон. Но он терпит и еще не понимает, что ему нужно в этот Пенуэл взойти или войти, для того, чтобы было решение этого вопроса. Мы помолимся и вот таки, братья и сестры, чтобы вы в Пенуэл дошли. Чтобы вы поняли, что вам нужно остаться один на один с Богом. И никто ваш вопрос не решит, кому Всевышнего Господа. И ко многим пророкам вы можете ходить и обращаться. Они не решат ваш вопрос, потому что они только сосуды Господни, которые могут дать вам слово откровение. Но решение вашего вопроса у Господа единого, потому что он ладыка вечный и единый есть. У его руки все ответы и решения не в человеческой руке, не в человеческой. Он только, может быть, дать помазание какому-то из людей, для того, чтобы было какое-то вспоможение вам. Но только если он заблаговолит и сделает это, но у него, только у него есть ответы. И вот, может быть, вы еще не дошли в Пенуэлла, давайте мы помолимся, чтобы вы в Пенуэлл пришли. Чтобы в какой-то момент в вашей жизни вы, лежа на своей кровати, вечером, вам в разум и в сердце пришла мысль. Вставай из кровати, склоняйся на колено, начинай молиться Господу. Продли это через всю ночь, через всю ночь, продли эту молитву до рассвета. Дождись, дождись, когда Он тебя благословит. И когда Он изменит твою будущность. Когда Он изменит твою судьбу. Когда Он назовет тебя новым именем. Назовет тебя принц Божий. Принцесса Божья. Не держащийся за пяту. Не вечно стремящийся чего-то достигнуть. И никогда этого не достигающего. Держащийся за пяту, знаете, по-современному еще можно назвать его лузер. Лузер, не лузер, братья и сестры, но принц Божий и принцесса Божья. Давайте мы и преклоним колено наше и помолимся о жизни. Субтитры создавал DimaTorzok